Это большой ампутационный нож, реберные кусачки, кишечные ножницы, реберный нож, молоток и долото. Их используют, чтобы снять распиленную крышку черепа. Добрый день, я Ольга Фатеева, я врач-судебно-медицинский эксперт, танатолог. Я вскрываю трупы. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали в соцсетях. Вы смотрите «Спроси» и «Сохрани». Правда ли, что ногти и волосы растут после смерти еще некоторое время? Нет, неправда. Это некий оптический эффект, оптический обман и иллюзия. Ткани после смерти высыхают, влага испаряется. И за счет этого высыхания мягкие ткани, на которых держатся волосы и ногти, просто уменьшаются в объеме. Поэтому чисто визуально кажется, что ногти немного подросли. В чем отличие судмедэксперта от патолога-анатома? Судебно-медицинские эксперты вскрывают случаи насильственной смерти. Насильственная смерть – это смерть под воздействием каких-то внешних факторов. Патолога-анатомы исследуют смерть ненасильственную. Чаще всего это смерть от заболеваний или в редких случаях смерть от естественных причин, то есть от старости. Как разлагается тело, в какой последовательности и как долго? Не все тела разлагаются одинаково. Это зависит от многих факторов. От температуры воздуха, влажности, есть ветер. На чем лежит труп на бетонном полу или на земле? От причины самой смерти, от степени упитанности. Худые чаще высыхают, полные чаще гниют. Ранние трупные изменения начинают развиваться уже через полчаса. Через полчаса появляются первые трупные пятна. Трупные пятна – это скопление крови на нижележащих участках тела. К ранним трупным изменениям относятся трупное охлаждение, трупное высыхание. Влага просто начинает испаряться. И, конечно, мышечное окоченение. И примерно со вторых суток начинается процесс гниения. Через несколько дней начинается отслойка эпидермиса, когда вы можете потрогать тело, а верхний слой кожи останется у вас на руках. Отделяются волосы при легком потягивании. Самый последний итог процесса именно гниения – это скелетирование. К скелетированию, естественно, помогают насекомые, которые заводятся на трупе, и могут помочь животные, если они оказываются рядом. К поздним трупным изменениям, кроме гниения, относится мумификация. Для мумификации нужен сухой воздух и высокая температура. Еще бывают такие редкие виды поздних трупных изменений, как жировоск и торфяное дубление. Торфяное дубление – это такое резкое уплотнение тканей. И происходит это в торфяных болотах, где действуют определенные кислоты. Жировоск – это омыление тканей. Ткани становятся размягченными и податливыми. Жировоск имеет очень неприятный запах. В наш морг привезли тело убитой женщины, замурованной в стене дома. Убийца присутствовал тут же при вскрытии, пристегнутый наручниками к полицейскому. Было известно, что женщину убили из пистолета. И все вскрытие, в общем-то, состояло в том, что санитар в специальном тазу с двойным сетчатым дном просто промывал эти ткани, вот эти вот размягченные. И так нашли пулю. Расскажите самые интересные случаи, когда вскрытие помогло определить убийцу. Я вскрывала мальчика-подростка с огнестрельным ранением головы. По легенде, это было самоубийство. Я обратила внимание на немного нетипичное расположение входной огнестрельной раны и не совсем типичное расположение рневого канала. А потом я совершенно случайно, проходя мимо регистратуры, где родственники получают справки о смерти, услышала слова мамы этого мальчика, которая говорила про отца, про своего бывшего мужа, что вы не знаете, этот человек на многое способен. А затем вдруг от оперативника, который приехал поинтересоваться результатами вскрытия, я случайно узнала, что мальчик был левша. И вот тогда нетипичное расположение входной раны и направление раневого канала, которое не очень соответствовало тому, что человек должен был держать пистолет в левой руке, меня укрепило в подозрениях. Я рассказала об этом следователю, и следователь возбудил уголовное дело, и оказалось, что действительно это было не самоубийство, а убийство. «Действительно ли у всех трупов вскрывают череп для исследования мозга?» Да, у всех трупов вскрывают череп для исследования мозга, потому что у всех трупов вскрывают вообще все полости. Это полость черепа, это плевральные полости в груди, где находятся легкие, это брюшная полость, извлекают органы шеи, грудной, брюшной полостей и органы малого таза. Мозг тоже извлекается из полости черепа и исследуется разными методиками на различных разрезах. При таком частом и плотном столкновении со смертью изменилось ли отношение к жизни? Да, изменилось. Я отношусь к жизни внимательнее. Я подмечаю все больше каких-то деталей и подробностей, которые мне становятся интересны. И я не только эксперт, но и немножко писательница, поэтому пишу об этих деталях и много думаю. Какие инструменты вы используете в работе и правда ли череп скрывается пилой или я даже слышала молотком? Правда, череп скрывается пилой. Циркулярную пилу, которой пилит череп, я, чтобы показать, не принесла и не могла ее никак принести. Те инструменты и те предметы, которые стерилизовать нельзя, из секционного зала просто не выносятся. Я сама циркулярной пилой не пользуюсь и череп не распиливаю. Это делают наши санитары, которые помогают нам. Во-первых, это тяжело. Во-вторых, это очень травмоопасно. У нас были случаи, когда вместе с черепом отпиливали пальцы. Распил заканчивается в каких-то миллиметрах от мозга. А затем, чтобы снять отпиленную крышу черепа, так она и называется, крыша черепа, я покажу на себе вот эту вот часть. Санитары опять же используют долото и молоток. Долото устанавливается в край распила и молоточком аккуратно мы подбиваем кости и отделяем их друг от друга. Мягкие ткани и ребра я рассекаю реберным ножом. Реберный нож ставится вот так вот перпендикулярно к телу. И рукой я надавливаю на него и делаю вот такое вот рассечение. И точно так же я могу пересечь реберные хрящи, чтобы вскрыть грудную клетку. Грудную клетку можно вскрыть реберными кусачками, которые просто пересекают кости. Во всех фильмах, во многих, разрезы кожи и мягких тканей почему-то делают скальпелем. Скальпелем этого сделать практически невозможно. Большим ампутационным ножом я вскрываю внутренние органы, делаю какие-то нужные мне разрезы. Скальпели тоже, да, конечно, используются. Например, есть такая методика отделения мягких тканей лица. Разрез кожи головы, который делается обычно через теменные области до ушных раковин, продолжается на боковые поверхности шеи до проекции плечевых суставов. Концы вот этих вот разрезов соединяются еще одним разрезом над грудью. И вот вся эта масса мягких тканей отделяется от костей таким образом, что лицо и мягкие ткани передней части шеи остаются только на кончике носа. Извлекаются из глазниц глазные яблоки, которые остаются в связи с веками, чтобы затем их можно было вернуть в глазницы и лицо снова восстановить для похороны, для прощения. Не въедаются ли трупные запахи в волосы, руки и прочее? Волосы, одежда, кожа, слизистые оболочки, конечно, впитывают запахи и впитывают очень сильно. Запах от гнилого трупа, запах от мумифицированного трупа, от жировозка очень неприятный и очень резкий. Запах впитывается в слизистые оболочки. И даже если, например, ты сменила одежду после вскрытия и от тебя не пахнет, тебе все равно будет еще какое-то время казаться, что от всего вокруг исходит вот этот вот гнилостный запах. Я пришла после гнилой секции, начала заниматься йогой. И тут я понимаю, что я начинаю источать гнилостный запах. Были сложные случаи расследования, приходилось ли опровергать выводы коллег? Нет, письменно в заключениях, в экспертизах выводы коллег мне опровергать не приходилось. Но мы очень часто спорим. У каждого есть свое мнение. И несмотря на впечатление, что медицина вообще, и судебная медицина в частности, это математически точная наука, где все логически следует одно за другим, это не так. Как говорит мой муж, судебно-медицинский эксперт, судебная медицина – это самая точная наука после гадания на кофейной гуще. Эта мечта с детства была работать судмедэкспертом. Были ли страхи или интерес к расследованию причин смерти и ТП был сильнее? Как относятся родные к профессии? В детстве я мечтала работать следователем или криминалистом. Я обожала читать детективы. Судебной медициной я заинтересовалась только уже в самом мединституте, когда училась на пятом курсе после цикла по судебной медицине. Страха перед мертвыми телами у меня никогда не было. Меня накрыл страх не так давно, когда привезли останки после катастрофы самолета в Сочи. с ансамблем Александрова, доктором Лизой. Увидев все вот эти вот мельчайшие фрагменты, на которые может разделиться человеческое тело, 70 пассажиров одного самолета могут превратиться в десятки тысяч фрагментов. И может случиться так, что после катастрофы на месте происшествия не останется ни одного целого тела. Вырывает спиной мозг из позвоночника, выворачивает сорванную кожу и мышцы, выворачивает органы наизнанку. Как в известном стихотворении из фильма «Ирония судьбы», нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли. Мои родные были очень против того, чтобы я работала судебно-медицинским экспертом. Моя бабушка больше всего была прям категорически против, чтобы я шла в эту профессию. Чтобы больше не возникало таких проблем с родными, я завела судебно-медицинскую экспертную семью. Мой бывший муж, отец моей дочери, санитар в морге. Бабушка по мужу, судебно-медицинский эксперт. Дедушка по бывшему мужу, санитар в морге. Мой нынешний муж тоже судебно-медицинский эксперт. Какие существенные отличия в методах работы западных и российских судмедэкспертов? Меньше проводят вскрытий. Это очень дорогостоящий, на самом деле, трудоемкий и затратный процесс. Больше работает полиция на месте происшествия. Может быть, более дотошно. Больше берет на себя ответственности. С образованием судмедэксперта можно лечить несложные заболевания или делать простые операции? Ну, конечно же, нет. Судебно-медицинский эксперт только проводит вскрытие трупов о свидетельствовании живых лиц. Обычно это называют снимать побои. Или выезжает в составе следственной оперативной группы на места происшествия. Как проходит вскрытие и по каким параметрам определяется причина смерти? Тела в судебный морг поступают по направлениям, по постановлениям полиции. Вскрытие — это не только вскрытие внутренних органов. То есть это не только достать их, разрезать, что-то посмотреть внутри. Вскрытие — это большой процесс, который состоит из разных этапов. Сначала я изучаю те документы, которые мне привезли с трупом. Там, например, может быть протокол осмотра места происшествия, где труп обнаружили. Там может быть написано очень много интересного, что поможет в установлении причины смерти. Затем провожу наружные исследования. Во-первых, тело фотографируется с разных ракурсов. Я описываю одежду. Одежду важно описать в том положении, в котором она находится на теле. И поэтому в судебном морге труп никогда до вскрытия санитары не раздевают. Затем я описываю тело снаружи, наружное исследование. После наружного исследования я перехожу уже непосредственно к вскрытию, к внутреннему исследованию, где вскрываются все полости тела, извлекаются внутренние органы. И потом внутренние органы исследуются отдельно, каждый отдельно. Я набираю материал от трупа для лабораторных исследований. И после вскрытия составляю судебно-медицинский диагноз. Судебно-медицинский диагноз – это перечисление названий всех болезней, которые я обнаружила при вскрытии. От инфаркта миокарда до миомы матки, водянки яичек или ссадины мизинца левой ноги. Диагноз не равен причине смерти. Причина смерти я выбираю из этого диагноза, и это то заболевание, которое указывается в самом верху и в самом начале диагноза. Я выписываю медицинское свидетельство, или, как у нас говорят обычно, справку о смерти для того, чтобы родные могли похоронить. Но я могу быть в чем-то неуверена, я могу сомневаться. В таких случаях я пишу, причина смерти устанавливается. Это предварительная справка о смерти. Для родственников ее достаточно, чтобы заниматься похоронами. В течение двух-трех недель приходят результаты лабораторных исследований, и я пишу уже окончательный вариант этого диагноза. Выписываю снова справку о смерти, которая уходит уже не к родственникам, а в медицинскую статистику. После диагноза я формулирую выводы для органов следствия, где обязательно указываю причину смерти. Ну, например, пишу, что смерть такого-то наступила от острого, обширного инфаркта миокарда, осложнившегося сердечно-сосудистой недостаточностью. Или от черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком мозга. Как узнать, что человек точно покончил жизнь самоубийством, а не кто-то имитировал его самоубийство? Приведу пример. Огнестрельное ранение головы, или, например, колото-резанное ранение груди. Следователь спрашивает меня, мог ли потерпевший сам нанести себе это повреждение? Я, как судебно-медицинский эксперт, могу ответить одной единственной стандартной фразой. Область головы и область груди – это те области человеческого тела, которые доступны для нанесения повреждений собственной рукой. Решать самоубийство это или убийство не мне, а следователю. В судмедэкспертизу приходят только через медицину и получают ли при этом общее медобразование? Да, конечно, получают общее медобразование. Судебно-медицинская экспертиза – это медицинская специальность. Мы не носим погон, мы подчиняемся Департаменту здравоохранения и Министерству здравоохранения. Чтобы стать судебно-медицинским экспертом, нужно сначала проучиться 6 лет в институте, а потом еще учиться в ординатуре по выборной специальности. Интересно, меняется ли у судмедэксперта отношение к людям из-за работы? Мне хочется всех обнять, успокоить и утешить, потому что все мы смертны, и я совершенно точно об этом знаю. Как фиксируются смерти бездомных людей? По каким признакам людей относят к бездомным, а по каким к категории неопознанных? Понятие и бездомный, и неопознанный труп – это понятия не судебно-медицинские, но мы ими тоже оперируем. Чаще, конечно, мы работаем с неопознанными трупами, и здесь все просто – это тело без документов. Бездомный – это человек без определенного места жительства, и иногда я встречаю такие пометки в документах, но для меня это не имеет никакого значения. Я точно так же продолжаю работать и устанавливаю причины смерти. Если я работаю с неопознанным телом, я составляю словесный портрет. Для неопознанных трупов мы обязательно берем образцы волос и образец крови для установления группы крови – это биологическое исследование – и для проведения генетической экспертизы. Опознанием, розыском родных и близких занимается полиция. Бездомность как-то указывается и где-то фигурирует, но я простой эксперт, а не сотрудник горстата, статистического управления, поэтому я не имею доступа к этому массиву всех статистических данных и как-то сказать точно об этом ничего не могу. Я слышала такую теорию, что люди, которые приходят в вашу профессию, просто сублимируют желание убивать. Что вы об этом думаете? На самом деле судебно-медицинские эксперты, которые работают, это, наверное, самые безопасные люди на планете, потому что эти люди знают способы идеальных убийств, но никому об этом не рассказывают и сами ими не пользуются. Если серьезно, я бы сказала, что, наверное, у людей есть тяга к деструкции, к деструкции себя, к саморазрушению, и что эта тяга как будто бы заложена в нас изначально и постоянно соперничает с противоположным желанием и стремлением к жизни. Я думаю, что это так. Но я думаю, что эти два стремления необратимо нужны друг другу и друг без друга существовать просто не могут. Соотношение насильственных и ненасильственных смертей. Ну, такое ощущение, что судебно-медицинским экспертам скоро практически нечего будет делать, потому что количество насильственных смертей сокращается. Как будто люди стали меньше истреблять друг друга и сами себя. Любопытно, что среди насильственных смертей сейчас преобладают отравления, хотя раньше всегда по статистике это были механические травмы. Каково это быть женщиной и судебно-медэкспертом? Сталкивались ли с предубеждениями? Сейчас в экспертизе очень много женщин, но тем не менее вокруг профессии остается вот этот вот брутальный ореол, вот эта вот токсичная маскулинность, это про судебно-медицинскую экспертизу. В судебной медицине очень мало женщин-профессоров, очень мало допускают женщин на руководящие какие-то должности, типа заведующие отделением. Такие случаи есть, но их гораздо меньше в процентном соотношении. Насколько реально замаскировать причину смерти? Реально. Но как? Я вам не скажу. Похоже, это все вопросы на сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Профессия судебно-медицинского эксперта овеяна какими-то тайнами и мифами. Многие испытывают любопытство и хотят знать что-то больше о нашей работе. Надеюсь, что я это любопытство хоть немного удовлетворила сегодня. Спасибо, что смотрели. Спроси и сохрани. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok